Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Продолжаем мы следить за ситуацией, которая разворачивается на финансовых рынках. По-другому, кроме как шокирующую, я сейчас назвать точно нельзя, поскольку вы сами все прекрасно видите. В целом, тренд, который господствует на финансовых площадках, это тренд роста, потому что у нас растет и рынок сырья, у нас растут рисковые инструменты, у нас на довольно высоких значениях находится доллар, то есть он явно не падает. И сказать то, что обвал американца существенный, стал, собственно, катализатором для восходящего движения прочих активов, тоже нельзя. У нас по-прежнему на очень высоких значениях находится золото, которое никак не хочет закрепляться ниже поддержки в 1250 долларов за тройскую унцию. Американский фондовый рынок не просто вернулся к тенденции роста, ну и, собственно, по-прежнему находится на исторических максимумах, не хочет отходить от них, будто бы видя более высокие ориентиры. Я предлагаю, друзья, сейчас детально разобрать то, что интересного было в рамках прошлой торговой сессии, резюмировать и все-таки прийти уже таким определяющим выводом, как нам действовать дальше, потому что сейчас, конечно же, мы просто обязаны это делать. Опять же, я старался отследить наиболее интересные заявления, выступления, комментарии вообще в целом новостной фонд вчерашнего дня, и надеюсь, что такая информация вам будет полезна. Но то, что на рынке происходит что-то сейчас невообразимое, еще очень четко прослеживается в комментариях, которые поступают в огромном количестве от инвестиционных банков. Мне понравилось выступление одного из представителей Банка Америки, в частности, он начал свою конференцию со слов о том, что сейчас речь идет о нестандартном поведении инструмента в условиях наличия объективных фундаментальных ориентиров, предполагающих движение в другом направлении. Ну, ведь и вата немножко, но на самом деле это действительная правда. Мы с вами старались глубоко анализировать фундамент, искали все вот эти водоплеки, все подводные камни, старались лавировать между ними, обходить и видеть, наверное, стержневые причины того, куда должны двигаться инструменты. Но в итоге на рынке происходит все совершенно обратно. Поговорим обо всех активах. Давайте начнем традиционно с рынка нефти. Клоу с вчерашнего дня 47,66, сейчас актив торгуется на уровне 47,68. Рост актива продолжается уже пятую торговую сессию подряд. Очередное закрытие на положительной территории. Вчера прирост был довольно-таки солидным, больше полутора процентов. И сейчас мы можем смело говорить, что инструмент Brent нас интересующий закрепился выше отметки 47,50. Друзья, основная причина, которая подстегнула интерес к нефти, уже постфактум обликованных вчера данных от Министерства энергетики США, это статистика по объемам добычи нефти в Соединенных Штатах Америки. Мы, разумеется, знали то, что в 17.30 выйдет очень важный релиз, который напрямую повлияет на то, что произойдет с нефтью. Потому что в 17.30 в среду это традиционный блок статистики по запасам нефти, бензина, дистиллятов и объемам добычи. Как правило, в любом из этих показателей мы находим такой бальзам для нашей идеи продажи, поскольку если не растут запасы нефти, мы видим рост запасов бензина, дистиллятов. Мы наблюдаем высокие показатели нефти добычи. Вчерашний день стал исключением, потому что мы получили негатив для нашей короткой позиции, а, соответственно, быки получили позитив не в том, в чем хотели. Запасы нефти выросли, вопреки ожиданиям, плюс 0.11, незначительный прирост, но все-таки это статистика страна конкурс. А вот объемы добычи нефти в Штатах сократились на очень солидную цифру, по сути, нивелируя тот рост, который удалось набрать за последние полтора месяца. Объемы добычи нефти снизились на 100 тысяч баррелей в сутки. И фактически, если до этого мы говорили о том, что объем добычи уже вырос до 9,4, сейчас снова скорректировался до 9,3 миллиона баррелей в сутки для Штатах. Ну а теперь, друзья, что же стало причиной такого резкого сокращения производства? Ни в коем случае не вздумайте даже предположить, что рынок нефти оклемался, и мы сейчас наблюдаем формирование новых трендов. Это статистика, которая указывает на то, что все, сланцевый бум закончен в Штатах. Ни в коем случае. Причина снижения объемов добычи кроется в том самом факторе, который мы обсуждали еще день ранее, когда тропический шторм в Мексиканском заливе привел к блокированию при остановке работы нескольких нефтяных терминалов. Как следствие, мы рассчитывали увидеть по причине такого логичного вывода то, что снизится запасы нефти. Но в любом случае, даже если мы не увидели снижения запасов, мы сразу развиваем эту тему и отмечаем то, что падение объемов добычи – это уже следствие тех самых факторов, которые я назвал. То есть речь идет об исключительно временном явлении. Тропический шторм уже миновала, поэтому спустя неделю, то есть в следующую среду, уверяю вас, я прям кладу обе руки. Даю стопроцентную, обозначаю стопроцентную вероятность того, что мы снова вернемся к статистике, мы снова вернемся к тренду увеличения нефтедобычи в Штатах и, возможно, даже к росту запасов как нефти, так и, соответственно, бензина. То есть если я допустил и если многие допускают, да и большинство тех, кто следит за рынком нефти, что сразу коррекция на 100 тысяч – это какой-то нонсенс, должна быть определенная причина, мы ее нашли, а значит преодолеваем вот этот новостной фактор и готовимся к тому, что рынок неизбежно все-таки вернется к прежнему тренду, нисходящему. Я полагаю, друзья, что на текущий момент, уже анализируя фундамент, рынок нефти с учетом роста сначала технического, теперь пришла определенная фундаментальная поддержка, выжил максимум позитива, который можно было только выжать из-за рынка. Ну, какой еще отчет может сейчас столкнуть котировки нефти вверх? Ну, разве что завтрашняя статистика Бейкер-Хьюса по количеству технических терминалов, но я не сомневаюсь в том, что их число непременно увеличится, и мы перевалим с вами запламку в 758 штук. Будем снова говорить о таких непродолжительных, хотя с какой-то стороны даже продолжительных, многолетних, о периодах максимальных значений, сейчас вот по количеству терминалов это максимум с конца 2014 года. То, что темпы прироста существенные, и я не сомневаюсь в том, что эта неделя будет 24-й неделю подряд. Поэтому, скорее всего, от пятничной статистики лучше уже ждать все поддержки для короткой позиции. И если мы обычно в пятницу с вами, это традиционно позднего вечера, релиза в 20.00 по московскому времени выходит, обычно его анализируем, отыгрывать начинаем только на следующей неделе в понедельник. Сейчас может быть совершенно другая динамика, потому что рынок уже израсходовал все топливо роста, медведи готовы навалиться на этот инструмент, и, разумеется, любую фундаментальную поддержку для своих позиций они будут использовать. И плюс ко всему, друзья, мы вытросли все торговые сессии этой недели. Никто не отменял еще такой подход к трейдингу, как использование эффекта пятницы, завершения недели, когда после ралли трейдеры начинают разворачиваться, фиксировать позиции и результаты. И это тоже провоцирует откат. В данном случае после роста можно рассчитывать на то, что актив снизится. Не забывайте также про прочие причины, которые должны сдерживать рост нефтяного актива. Их очень много. Это рост нефтепроизводства в тех регионах, которые не участвуют в сделке ОПЕК. Все вы прекрасно знаете о них. Поэтому, резюмируя все, что я сказал, не стоит надеяться на то, что рост актива будет продолжен. Безусловно, я не могу на 100% заверять и утверждать то, что мы развернемся. У меня нет четкого, абсолютно прозрачного понимания того, собственно, как нет ни у кого, что с рынком нефти произойдет дальше. Но я стараюсь все-таки плясать от того фундамента, который известен, от тех фундаментальных факторов, которые уже дали нам возможность заработать на рынке нефти, из-за которых мы уже просели ниже 45 долларов за баррель. И стараюсь не отказываться от того, что нам уже принесло от профи. Тем более, что новостная картина не изменилась. Поэтому рекомендую, друзья, сохранять короткие позиции. Либо, если вы вышли из селла после достижения 45 долларов за баррель, сейчас снова возвращаться к продажам. Потому что уровни очень привлекательные для среднесрочных селловых сделок. 59.18 российская валюта. Здесь тоже примечательно, что рубль не укрепляется даже на фоне восстановления нефти. Почему? Потому что рубль понимает, что текущие котировки более-менее балансовые для него. Более-менее справедливые, оправданные. Вот когда мы котировались в районе 45 долларов за баррель и рубль наблюдали на отметке 57, вот это было, конечно же, парадоксально. Потому что российская валюта неоправданно занимала такой высокий рубеж для себя против своих конкурентов. Сейчас ситуация изменилась и рубль вернулся на землю с небес. И это значит то, что девалюционный прессинг будет сохраняться. Если мое предположение о том, что рынок нефти вернется к коррекции сегодня-завтра, я вообще допускаю то, что распродажи можно увидеть уже сегодня, тогда по паре доллар-рубль очень быстро окажемся выше 60 рублей против американцев. Ну что тут, остается всего лишь 80 копеек. Хотя через 20 минут мы стартанем торги на российской валютной бирже. Может быть, пара будет котироваться даже еще выше. Европейская валюта, друзья, против доллара. Здесь основной фундамент связан с выступлением господина Драги в Португалии, где обсуждалась и прояснялась картина по поводу перспектив денежно-кредитной политики. Мы тоже были на передовой, в центре внимания. Это событие для нас, как и для всех оказалось. Следили за каждым словом Драги. И помним, как рынок реагировал на все, что было сказано. Собственно, рост, который сначала привел пару выше отметки 1.13. Потом мы даже тестировали сопротивление 1.13.50 и сейчас видим даже выше. Причина основная – это комментарии Драги. Теперь какие комментарии? А то, что ЕЦБ остается адаптивен к текущей экономической конъюнтуре и готов корректировать экономические стимулы, готов корректировать программу в случае улучшения экономической статистики и вообще ситуации в экономике. Ну, друзья, давайте быть реалистами. Разве в этих комментариях есть намек на то, что ЕЦБ будет сворачивать программу количественного смягчения? Ну, я думаю, что нет. И рынок, почему-то участники рынка, напротив, в этих комментариях между строк прочли, что Драги дал намек на возможность выхода из агрессивных стимулов. Европейский центральный банк, сам увидев реакцию трейдеров на комментарии Драги, попробовал реабилитировать, собственно, европейца, ну, сдержать дальнейший рост и обратить еще раз, акцентировать внимание трейдеров на то, что было сказано. Вы помните, что вчера на европейской сессии мы видели резкий обвал европейской валюты, буквально за считанные секунды. Евро-доллар улетел на 100 пунктов с отметки 1.1373 до уровня 1.1273. Это произошло после того, как ЕЦБ сообщил о том, что рынок неправильно оценил те комментарии и неправильные выводы сделал по факту того, что было сказано, собственно, Драги. И, в частности, комментарий был следующий. Председатель Европейского центрального банка сообщил о допущении нахождения индекса потребительских цен на низких значениях в течение более длительного периода времени, но никак не на допущение ужесточения монетарной политики. Рынок, собственно, отреагировал на это молниеносно. Мы увидели вот эти потери фигурного масштаба, но после этого европейскую валюту снова стали откупать. И, на мой взгляд, вот эта реакция, если бы мы не увидели последующего восстановления евро, мы бы могли говорить о том, что валом правит фундамент и реакция трейдеров на то, что сейчас произносится со стороны Европейского центрального банка. Но то, что все-таки европейскую валюту и вот это снижение выкупили и затащили евро уже выше сопротивления 1.14, говорит о том, что рынок сейчас отыгрывает не фундамента. Европейскую валюту сознательно маркетмейкеры, хедж-фонды тащат к всем уровням, где сосредоточено самое большое количество стопов. И делают это, отталкиваясь от того фундамента. То есть используют драги в прямом смысле, используют все, что он говорит, не думая даже о последствиях и о том, что он подразумевает. Каждый раз, когда произносят, опять же, какие-то слова по поводу перспектив денежно-кредитной политики, использовали фундаменты факт выступления драги в Португалии для того, чтобы затащить евро к тем уровням, где депозиты начнут трещать по швам. Рекомендую снова обратить внимание на индикатор речных настроений кайма. Он сигнализирует, продолжает сигнализировать о том, что короткая позиция доминирует. О чем это говорит, друзья? О том, что стопы еще не собраны. Поэтому рост европейской валюты может продолжиться и дальше. И евро рискует уйти к тем уровням, которые мы раньше не могли обозначить. Я думал, что пределы это уже отметка 1.1350-1.14. Но хорошо, что мы с вами вышли как косрочно из этой позиции. Сейчас находимся, скажем, в статусе сторонних наблюдателей. Но за исключением только долгосрочных трейдеров, которые могут высидеть еще более значительную просадку. Но, друзья, текущая ситуация по евро, она на самом деле может быть перелом. Потому что сейчас очень много появляется разговоров о том, что дальнейший рост европейской валюты, к примеру, уровня 1.15-1.16, это то, что будет стоить экономики 0,3% по инфляции. Ну, действительно так. Если валюта укрепляется, это оказывает давление на инвестипотребительские цены. И если Европейский Центральный Банк, напротив, борется с низкими значениями инфляции, он также должен понимать, что дальнейший рост европейской валюты более, наверное, связан с негативными последствиями, нежели курс, который мы наблюдали еще какую-то неделю назад. То есть логично предположить то, что евро сейчас уже могут начать разворачиваться. Я думаю, то, что пятница, завтрашний день, у нас будет судьбоносным, не только для европейской валюты. Потому что завтра целый блок важных макроэкономических отчетов, и они должны все-таки заставить многих трейдеров переубедиться относительно того, что они делают сейчас. Вот в отношении евро. Индекс потребительских цен нам, в принципе, уже известен. Но нам нужны, точнее, мы знаем тот тренд, который сложился. Нам нужны обновленные цифры. И завтра они будут представлены для нашего анализа. Друзья, мы за ними, безусловно, посмотрим. И если увидим основу, намек на сохранение пресса, на этот индикатор, тогда, я думаю, что здесь уже не нужно будет разбирать комментарии драки. Станет совершенно очевидно, что ИЦБ так и будет действовать в рамках мягкой экономической политики. Но никак не жесткой. Дальше идем. Пункт против доллара. Вчера для меня было тоже настоящим шоком, наверное, как и для других трейдеров, которые торгуют британцами, услышать от председателя Банка Англии Карни, то, что после того, как неделю назад он выступал против повышения процентной ставки, что сейчас, оказывается, есть возможность в ближайшие заседания на повестку поставить вопрос, который будет связан с ужесточением монетарной политики. Но, правда, более конкретных формулировок на рынок не поступило. Собственно, это так проскочило вскользь. Я, кстати, не знаю, действительно ли Банк Англии пойдет на ужесточение монетарной политики. Мне кажется, что это было бы крайне глупо. И я надеюсь, что сам британский регулятор убедится в том, что ни о каком повышении процентной ставки с учетом текущих значений инфляции вообще не стоит даже мыслить. И о том, что Англия испытывает сейчас очень серьезные трудности статистического характера, могут просигнализировать завтрашние данные по экономическому росту. Завтра будет публикован отчет ВВП, друзья. И так же, как в отношении евро, в отношении британца, это будет моментом икса. Я не сомневаюсь, что мы увидим более слабый отчет по экономическому росту. И я просто надеюсь, что этот отчет сможет быстро вернуть фонд против доллара в район 1.28. И как только это случится, снова будем ставить ориентиры последующего сползания активов в район 1.25 на основании всех тех же рисков политического характера. Но нужно ждать и завтрашнего дня, друзья. Доллар и японская иена. Как бы сейчас не критиковали доллар, отмечая то, что доллар рассыпется, валится, вы сами видите то, что это не так. Американская валюта против иены. Мы традиционно оцениваем состояние и настроение в отношении доллара через эту валютную пару. Пара держится на максимуме больше, чем за месяц. Выше отметки 112 иен против доллара. На американца, по сути, никак не повлияли вот эти фиаско, сам факт провального голосования относительно законодательного документа реформы здравоохранения, которая должна была прийти на смену обамоке. Обычно рынок активен в этом плане и очередной провал приводит к резкому ослаблению доллара. Сейчас этого не произошло. Доллар держится на очень высоких значениях. Даже если, скажем, сейчас закрыть глаза на фундамент и посмотреть на то, что происходит с долговыми бумагами США, трежи, американские десятилетки находятся на максимуме сейчас за последние 4 недели. 2,24% сейчас доходность. То есть на рынке действительно нет негатива, из-за которого доллар бы слабил. И рынок, напротив, ждет макроэкономический отчет. И сегодня в 15.30 целый блок статистики заявки на пособие по безработице, годовые данные по ОВП и индекс расходов на личное потребление. Посмотрите на прогнозы, друзья. Каждый из этих релизов готовит нам положительный сюрприз. Не будем какать, но остается надеяться, что эта статистика сможет придать какой-то импульс еще большего роста доллару. А вот дальнейшее восстановление американской валюты уже начнет корректировать в позиции рисковых инструментов, которые забрались на абсолютно неоправданные, ну, на мой взгляд, даже недостойные для них значения. И эти позиции, эти обороты роста нужно, конечно же, уже сбавлять. Американский фондовый рынок, вы сами также видите, что находится снова на исторических максимумах по СНП. У нас сейчас котировки, так, одну секундочку, 2443 пункта, немножко еще и будет 2450. Американский фондовый рынок вдохновляется по-прежнему ожиданиями, что в игру в ближайшее время вступит Трамп с его обещанным реформами. Я, правда, эти оптимистичные ожидания пока не разделяю. Американский фондовый рынок растет за счет поддержки сектора энергетики, хотя это, наверное, не основополагающий фактор. Но важно то, что на американском рынке ни в отношении валюты, ни в отношении долгового рынка, ни в отношении фондовой секции нет ни грамма скепсиса. Все пребывают в приятном настроении и ждут появления новых триггеров для еще большего роста. Вот как раз эти триггеры, друзья, нужны и нам. Я предлагаю их тоже ждать и надеяться, что сегодня в 15.30 статистика не разочарует. И еще хотел сказать про пару доллар-канадец, которая также сейчас показывает просто чудеса волатильности. Мы уже наблюдаем пару USD-кат на отметке 1.30. И по-прежнему рынок свято верит в то, что Банк Англии в ближайшее время, под ближайшим временем, я поднимаю уже следующее заседание, которое состоится через, по сути, две недели, Банк Канады пойдет на повышение процентной ставки. Только потому, что считает, что это необходимо и целесообразно, Каролины Билкин, занимающая опвоз заместителя управляющего Банка Канады. При этом каким-то непонятным для меня немыслимым образом Банк Канады продолжает игнорировать данные по инфляции, которая снизилась и свято верит в то, что Brent окажется выше 55 долларов за баррель уже в предстоящий квартал. Ну, тоже непонятно. На основании чего были взяты такие прогнозы? Тогда, когда очевидно, что сейчас шансов возвращения Brent в район 45 долларов за баррель куда выше. И, собственно, на это мы с вами не настраиваемся. Надеюсь, то, что уж не прогнозы, а, по крайней мере, реальная динамика обвала цен на нефть вернет тоже больше здравый, скажем, вектор мышления и в русло Банка Канады, которые вспомнят о том, какие проблемы испытывает эта экономика в случае снижения цен на нефть, какие проблемы могут возникнуть перед регулятором в случае досрочного ужесточения политики на фоне игнорирования крайне низких значений инфляции. Ну, пусть они не крайне низкие значения, но они далеки от цели, которая была обозначена также в районе 2%. И для канадцев, друзья, тоже у нас определяющим будет пятница, завтрашняя торговая сессия, у нас отчет по ВВП. Я думаю, то, что статистика может все-таки порадовать медведей канадца. Надеюсь, то, что этот релиз найдет свое отражение в ослаблении канадского доллара. И вкупе с ожиданием ослабления котировок нефти под конец недели мы снова сможем вернуться в район 1.32. По крайней мере, закрепление на текущем фундаменте ниже отметки 1.30 будет сейчас уж совсем странно. И я призываю тех трейдеров, которые не торговали еще парой доллар-канадец, обратить внимание, что сейчас этот дуэт активов представляет очень хорошую возможность для занятия долгосрочной сделки до конца 2017 года. Потому что дальнейшее укрепление крайне маловероятно. И если в июле банк канады не пойдет на повышение процентной ставки, а разочарованию рынка не будет предела, мы увидим тут же движение на несколько сотен пунктов с такой же интенсивностью и скоростью, как, собственно, наблюдали обвал в последние дни. Друзья, собственно, на этом все. По важным релизам я уже вам рассказал. В 15.30 сегодня ждем статистику по штатам, заявки на пособие по безработице, ОВП и индекс расходов на личное потребление. Ждем роста доллара и ждем, что рисковые инструменты начнут спускаться с небес. Потому что дальнейший рост, на мой взгляд, является крайне проблематичным. Если у вас остались вопросы, как и всегда, канал на YouTube и форума «Амаркетс» к вашим услугам. Не забывайте, пользуйтесь, не стесняйтесь этими каналами. О коммуникации, комментарии, все обсуждается, все просматривается. И я, как вы знаете, всегда даю обратную связь и ответ на те вопросы, которые вас интересуют. Хорошей вам торговой сессии, друзья. Желаю нам всем удачного закрытия недели, ну или, по крайней мере, более спокойного, нежели чем сейчас. Потому что на выходные хочется уйти с более ясной картиной того, что произошедшее – это временное. Скажем, то, что нужно просто пережить. И готовиться к более логичной реакции, динамике, с которой мы начнем работать уже в новой неделе, то есть со следующего понедельника. Хорошей торговой сессии, как и всегда, не забывайте про необходимость постоянного контроля риска. Всего доброго, до свидания.